Восточные краски. В художественном музее Белгорода открылась персональная выставка Интигама Акперова. В двух залах представлены циклы работ, посвященные великим современникам-авторам, а также его картины на религиозные темы. В русских иконах называется житие. Это древний византийский стиль. Понимаете? И, кстати, исламская восточная живопись тоже на этом держится, на миниатюрах. С кавказским красноречием описывает свои работы Интига Акперов. Мастер, чьим родным дома был солнечный Баку, уже 20 лет живет в Белгородской области. Шебекинская земля покорила его сердце, о чем художник с гордостью сообщает всем посетителям выставки. Себя он считает наследником великой советской державы. Его работа отличает исключительной яркость и восточный колорит, внимание к деталям и любовь к России, которая проявляется в том числе и в своеобразных картинах, иконах. Например, одна из них так и называется – Москва. Хотя автор по природе своей нерелигиозен, он черпает вдохновение в огромном пласте православной культуры. Здесь же представлен и цикл миниатюр по Ветхому Завету, а также художественная вариация православных икон других церквей – Коптской, Сербской, Эфиопской. Был молодым, мне папа подарил большой альбом – православные иконы мира. Я всегда поражался, да, вот вроде бы одна, но смотрите, грузинские иконы православные отличаются от русских икон. Понимаете, это же интересно. Сербские иконы отличаются, разные школы. Я хотел показать, вот Коптская икона, понимаете, в ней что отличает от русских? Они более яркие, но это же Египет. Правильно, ну как Египет может написать, как иконописец с Рязани? На первом этаже музея расположилась вторая часть экспозиции. Это 12 портретов великих деятелей культуры, искусства и науки. Среди них физик Жорис Алферов, балерина Майя Плесецкая, оперная дива Елена Образцова, а также Сергей Есенин и Валентин Распутин. Есть и портрет нашего земляка – великого инженера Владимира Григорьевича Шухова. Его жизнь связана и с Азербайджаном. Именно там проходило становление этого гения. Каждая картина показывает знаменитых людей с новой стороны. В зимнее время мало солнца, а эта выставка порадует зрителя сочным, ярким колоритом. Ну и потом это достаточно необычное творчество художественное для нашего региона. Художник имеет свою живописно-пластическую манеру, ярко выраженную и основан на таком экспрессивном, я бы сказала, сплаве приемов наивного искусства, монументальности форм, которые присутствуют даже в миниатюре и декоративности цвета. Образование Акперов получил на театрально-художественном отделении, а затем на отделении монументальной живописи Азербайджанского государственного института искусств. После работал реставратором, художником-сценографом в Бакинском театре музыкальной комедии, преподавал в Высшем художественном училище. Принимал участие в оформлении всесоюзной выставки «О спорт. Ты мир» в рамках спартакиады народов СССР в 79-м. И участвовал в оформлении Москвы к Олимпиаде 80-м. Полюбоваться самобытными работами Интигама Акперова можно будет до 20 февраля. А спустя два месяца персональная выставка автора откроется в выставочном зале Родина. Елена Старостова, Ксения Голубь, Евгений Северинов. К этому часу Белгород.